Шалам дорогие друзья, я приветствую вас из Израиля, Хайфа, мессианская община возвращенная на Сион, Шавейт Сион и наша студия Оазис Медиа. Мы рады, что вы можете видеть этот эфир и благодарим Господа Бога словами, что Он помог нам дожить до этого дня. Я думаю, что это актуально не только в связи с войной, но вообще по жизни, если мы смотрим на ситуацию так, что вот до сегодня Он нам помог дойти, уже слава Богу. И знаете, я просто чувствую сказать эти слова «Шма Исраэль, Адонай, Лугейн, Адонай, Хад» и «Кума Адонай, Веяфутсу, Ойвеха». Это на русском языке звучит примерно так «Слушай, Израиль, у тебя есть Бог твой, и восстань Господи, и разбегутся ненавидящие тебя, враги твои убегут». Эти слова провозглашаются, когда выносятся свитки Торы. Я думаю, самое время, актуальность сказать эти слова. Я немножко смущен, я немножко мебульбаль, запутан, как большинство людей сегодня. И это так называемое состояние первого шока, поэтому будьте снисходительны к моим некоторым мыслям, рассуждениям. Я сейчас, наверное, набросаю мысли, о которых я хотел бы немножко поговорить, и это как такой многослойный пирог. Во всех этих частях пирога какие-то краткие моменты понимания. Те люди, которые проходят стресс, наверное, чаще всего они также смотрят на ситуацию, которая вокруг них развивается. Ну вот, о чем мы поговорим? Немножко поговорим о человеческом факторе. Мы будем говорить о системе небесной, которую Господь Бог устроил, и что не Он бьет по голове, а система возвращает нас в некоторые положения, потому что что-то не так. Мы будем немного говорить о грехах. Мы поговорим о странной теме «люди-нелюди». Предательство. Возможно, было какое-то предательство. Мы будем говорить про разведку, которая где-то недоработала. Мы поговорим кратко о разделениях в народе, в народе Израиля. И, наверное, затронем такую страшную тему, как жертва или жертвоприношение. Но перед тем, как я подойду к этим разделам, я пробегусь по ним, не буду ни во что углубляться, не хочу и себя слишком настраивать и вас, но дать вам какие-то места, чтобы призвать к молитве на основании вот этих вот первых моих провозглашений. Слушай, Израиль, мы Господа Бога одного имеем, и на Него наша надежда. И если он восстанет, то удалятся все ненавидящие его. Левит, 10 глава, с 3 стиха. И там ситуация, когда два сына Аарона зашли в святой святых и зажгли чуждый огонь. На эту тему есть масса комментариев, очень часто эти комментарии противоречат одно другому, и мы там не были. Поэтому, что пшат, что контекст говорит, мы до конца не понимаем, почему, что за чуждый огонь. Но они умерли там. И там рассказывается, что Муше стоял в страхе и трепете, а Аарон слов не мог изо рта вынести, то есть он был вообще, ну это его дети. И я хочу сказать, вот такое состояние у нас было первые 2-3 дня. И я думаю, что даже наши политики, от которых все требовали быстрых ответов, они были в состоянии дмама, в состоянии шока. И это от Господа. И это от Господа. Еще одно место, которое мне приходит в голову, почему-то, и есть на это некоторые причины. Ситуация, которая записана в числах в 25 главе. Когда народ Израиля, преодолев, по Божьей милости, сокрушающее влияние потенциальных проклятий Беляма, которые Господь Бог обратил в благословение для Израиля. И те слова, которыми он хотел проклясть, изменились. И даже до сегодняшнего дня в молитвенные книги Израиля вписаны, как провозглашение благословения. Но потом написано, что Белям научил Муав и Мадиам, как искусить Израиля. И они приглашали посредством распутных женщин или распутной тактики, точнее. Я не думаю, что там прямо уже были распутные. Ну, понятно, были. И они стали поклоняться Бааль-Пиору. Какому-то божеству тоже сложно понять, что это. В разных источниках по-разному описывают это божество. Что-то очень странное, нечистое, с оргией связано. И народ Израиля вовлекся в это. И написано, восстал Пинхас. И поразил одного из князей израильских. И вместе с ним убил дочь земли Казби. И остановил поражение в народе. Но там погибло много людей. Почему-то вот эти стихи приходят в голову. Также местописание из Псалма 126. И там говорится, если Господь не охранит город, напрасно бодрствует страж. Там, что случилось на юге со всей этой технологией. Вообще, такое подозрение на какую-то подставу. Я даже лучших слов не могу выбрать. То есть, я сказал, многослойный пирог. Тут и какая-то возможность судов. Там же человеческий фактор. Там же грехи. Там же подстава. Это все вместе. И они вместе создали ту ситуацию. Прорывом из которой может быть только вмешательство Господне. К этому я хочу мотивировать вас, дорогие друзья. Верующие, верующие, понимающие Израиль, принимающие Израиль. Верующие, которые мало понимают. Но это сейчас и ваш также долг. Лука 13 глава. С первого стиха. Там рассказывается, что когда Господь наш Ешуа служил, пришли к нему и рассказали. О 13 галилеянах, кровь которых смешал Пилат с песком, с жертвами их. То есть, там было зверское убийство. Ешуа сказал, эти люди не более грешны, чем другие. И если не покаетесь, так же будет. Ну вот, места, о которых стоит поразмышлять. То есть, не окопом сразу всех обвинять в грехе. Хотя есть место греху. И совсем недавно был Йом-Кипур. И провозглашали, согрешили мы. Умышленно и неумышленно. Но вот если мы смотрим на поколение, это поколение Израиля. То мы видим, что народ реально стал другим. И я слышал высказывания одного мудрого человека, что для каждого поколения от Господа Бога есть свои требования. И свои приоритеты для этого поколения, что делать. И нельзя сравнивать абсолютно наше время с другим временем. Там они могли выдержать больше. Мы можем выдержать то, что мы можем. Это не только о конкретных людях. Это о всем поколении. Короче говоря, мы живем в то поколение, когда очень много смешалось. Смешалось с еврита Леид Бальбель. Смешать. Бавилон. Где много вещей, которые смешались. И наш народ, к сожалению, очень часто обращается к вещам, которые чужды Израилю. И сейчас я не стою на позициях раввинистического иудаизма, который очень хочет притянуть на себя. Вот мы правильно, вот так поступайте. Я совершенно этого не хочу сказать. Но народ уклонился от стандартных, четких, библейских взглядов. О морали. О том, что правильно и что неправильно. О том, что грех и то, что нужно назвать грехом. О том, что называется идолопоклонством. И, к сожалению, ну вот, наверное, эта встряска такая. И мы уже видим и покаяние в народе, и страстное объединение. Вы знаете, что Израиль разрывали последних полтора года разногласий по реформе. И те, и те, и другие друг друга кусали. Но сейчас вот все свидетельствуют, что 120% собралось на резервную службу. То есть нужно было 100%, 120% собралось. Потому что народ чувствует, мы можем только в единстве. Для меня это, наверное, уже четвертая или пятая война здесь в Израиле. Этот эффект всегда срабатывал. Я видел просто невероятно. То есть люди не по норкам прячутся, а просто идут, чтобы помогать. Ну вот я вам назвал несколько мест Писаний. И хотел бы предложить, чтобы вы порассуждали о них. Продолжаю называть места Писания. И какие-то мысли до кучи набрасываю. Может, кому-то это будет полезно. Я недавно от друзей, не буду говорить откуда, верующих получил письмо. Такое немножко боязненное, плаксивое. Вот мы молимся о вас. И уже погибло с обоих сторон полторы тысячи человек. И я просто в гневе написал им в ответ. Друзья, я абсолютно не согласен с вашей формулировкой. Мы защищаемся, мы отбиваемся. Мы не пошли делать то, что мы пошли. Поэтому, когда вы всех в одну кучу со своим протестантско-христианским восприятием объединяете, это очень неправильно. И вот здесь я хотел поговорить об одной вещи, которая вот эти дни меня просто внутри наполняет, делит. И я думаю, важно молиться об этом и понимать ситуацию. Знаете, в русском языке есть такое слово «нелюди». Я когда-то, будучи пацанчиком, читал много из научной фантастики. Я уже даже не припомню, кто это был. Или Шекли, или Айзи Казимов, или еще кто. Но там был рассказ, как космонавт, наш космонавт, встретился с кем-то из далеких миров. И когда они стояли друг напротив друга, оба понимали, что они абсолютно чужды. Им нету места вместе. Люди и нелюди. В Луке, в шестой главе, Ешуа учит, что если тебя обидели, то нужно не воздавать злом на зло. И он даже говорит, если тебя ударили по одной щеке, то подставь другую щеку. Вы знаете, очень важно эти ситуации свести к нашему обыденному состоянию, когда, ну, поцапались два соседа, один другого даже толкнул. Или там поругались. Или, ну, не дай бог, кто-то ударил кого-то. Но знакомого или незнакомого есть мера человека. И тебе, как верующему, наш Спаситель говорит, устыди его тем, что ты не будешь отвечать. Даже, возможно, ты сильнее его. Но ты не будешь отвечать, если он тебя ударил. С работой на его совесть, чтобы человек сказал, извини, извини, сорвался. И чтобы его совесть и, возможно, руаха, кодыш обвинили и осудили его. То есть та ситуация применима, когда конфликт между людьми. В данном случае мы видим ситуацию нелюдей. Я по-другому не могу ее назвать. Потому что те... Мы знаем, что когда идет война, то бывает ситуация, что люди теряют моральные облики, и там есть все. Но это когда идет битва, сражение, шок. Но здесь этого же не случилось сразу. То есть это полторы-две тысячи человек шли, накачанные ядом. И они имели внешний облик человека. Но внутри они были не люди. Как по-другому объяснить? Они шли, чтобы совершать невероятные преступления, которые даже животные себе не могут позволить. Я не помню, какой-то фильм, где гангстер говорит, я держу голодных свиней, чтобы, если мы убиваем человека, бросать им. Потому что голодные свиньи сожрут все. Вот что-то такое. Или даже хуже. Нет условий. Нелюди. Здесь не надо щек подставлять. Потому что это не люди. Люди, на которых ты можешь подействовать через угрызение совести. Вот ты обидел, покайся. Здесь не люди. И я думаю, что сейчас Израиль возмещает суды. В Библии есть таких примеров немало. И мы читаем, что было определено из неканонических источников. Там описывается, почему. И потом Моисей подтверждает это в Торе, говоря Иисусу Навину, когда зайдете в обитованную землю, семь племен хананейских. Уничтожьте. Мужчин, женщин и детей. Всех. Никого не оставлять. Потому что яда, трава прошла внутрь. И исказила их настолько, эти семь поколений, или семь племен, что там исправления невозможно было ожидать. Я в Израиле 30 лет живу, чуть больше даже. И вы знаете, вот эти люди, они только утверждаются с каждым новым поколением во зле. И как можно с таковыми хоть каким-то образом иметь дело. Это вообще невозможно иметь дело. И Библия дает нам вот пример семи хананейских племен. Но есть еще более древний пример. И этот более древний пример записан в Бытие в 6 главе. И там написано, всякая плоть извратила путь свой. Мы не будем вдаваться в толкование. Но там написано, и растлилась земля, и наполнилась грехом. На иврите. Интересно. Сказано, состояние земли – хамас. Мы знаем, что с арабского перевод слова хамас – это исламское вооруженное сопротивление. Но на иврите слово хамас в библейском языке обозначает тотальный распад внутренности и невозможность возвратиться. И поэтому Господь Бог осуждает всю землю, кроме Ноя и его семьи, на полное истребление. Извратились. Так вот, что интересно, вот такие вот двойные переводы в Библии встречаются. То есть, смотрите, на иврите хамас – это состояние, в котором человеку невозможно покаяться, нет искупления. А на арабском – это сопротивление. То же самое на аккадском языке. Слово «Вавилон» – это врата богов. Войдем, будем как боги. Поэтому они строили там эту башню. А на иврите – это смешение. Сорвать с катушек, затмить, сконфузить. Не знаю, какое правильное слово на русском выбрать. Но суть одна – хамас, этот хамас, они потеряли человеческое достоинство. Это не люди, это не люди. Я не знаю, как по-другому сказать, вот зайти там и все эти зверства сделать. Просто не могу повторить. Новости полны этими картинами и фотографиями. Солдаты, которые зашли в Кфар Аза, не смогли зайти в дома. Там люди теряли сознание, то, что они увидели там. Исайя, 49 глава, третий стих. «Раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Я искренне верю, что это все равно состоится. И понятно, что эти стихи в Исайи, 49 главе, можно толковать двояко. Это Амашехи, лучшим сыном Израиля, в котором Господь Бог уже прославился и прославится еще больше. Когда Иешуа вернется, чтобы судить народы по их отношению и к нему, и к Божьему стандартам, и к народу Израиля. Но это место правильно толковать также, касаемо народа Израиля. И Исайя, 53 глава. Все знают про страдающего раба Божьего. И опять-таки, очень часто это толкуется об Иешуа, но достойно места и дополнительному толкованию, что каким-то образом вот сейчас была принесена невероятная, невероятная по числу и боли жертва Израиля. И на Божьих весах, как это не больно говорить, и наша молитва о тех, кто потерял близких. Мы вот недавно были на двух похоронах. Это просто ужас. Там под 2, 3, 5 тысяч человек, наверное, собрались. Это просто народ пришел плакать вместе с потерявшими своих любимых. И еще сколько боли у тех, у кого украли близких, и маленьких детей, и взрослых, девушек, стариков. Их угнали, никто не знает, что с ними сейчас. И наша молитва, чтобы Господь освободил. Но нам важно понять, что есть какие-то жертвенные процессы. И Господь Бог сейчас видит все эти обстоятельства. Еще одна мысль. Я набрасываю мысли, у меня нету, я сказал, скорректированной какой-то идеи. Просто настроить вас на то, чтобы вы молились и ходатайствовали. Знаете, американцы, русские, кто там, чьи интересы, куда, к чему. Написано в Писании истории, как Бог использовал царя Кира для того, чтобы воплотить его интересы в народе Израиля, Божьи интересы в народе Израиля. Кир, который был в определенной мере язычник, вдруг вмешался и политически, и экономически, и военным образом в то, чтобы был восстановлен Второй Иерусалимский храм, без него бы не было прихода Машвейха. Сейчас американцы, другие силы, Господь знает, как расставлять. Все наша цель и наша задача сейчас. Я призываю вас к этому, чтобы мы могли вместе молиться об Израиле, об правительстве Израиля, об армии Израиля. И понятно, вот я заводил там вот этот момент про предательство. Что-то случилось невероятное. То есть там наши базы военные с вертолетами в минутах, просто в минутах лета. И как они не полетели. И я уверен, что это будет все подниматься. Весь интернет полон вопросами такого плана. А те люди, которые служили в армии, знают ситуацию изнутри, они еще более тонкие вопросы, реплики и высказывания, и предположения дают. И мы будем ожидать, что когда весь этот балаган закончится, правда выйдет наружу. Потому что есть цена позиции. Если призван какой-то позиции, то ты должен ей соответствовать. А если нет, то что-то там снизу. И мы вот говорим, Господи, ты все равно над всем. Я хочу прочитать еще одно местописание. Это Псалм. Псалм 2. И все знают этот Псалм. И здесь написано, зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное. Восстали цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. То есть, это как бы система этого мира. Это тот древний Вавилон, который пропитывает, который смущен, который потерял путь, который не знает или заставляет себя не знать Творца. Но он все равно продолжает восставать на Бога и на помазанника его. Мы знаем, кто помазанник Господень. Это Ешуа, Адонейну. Но в определенном месте помазанник Господень, это также народ Израиля, который был призван первым из народов стать светочем, нести свет другим народам мира. Это помазание Израиля. Эти люди, особенно христиане, которые ассоциируют себя с писаниями, с заветами и с новым заветом, говорят, что Израиль не состоявшийся, нужно откинуть. Они, ну, друзья, вы даже не понимаете, где вы. Если вы откидываете Израиль с карты, то вы люди с луны, потому что без Израиля вы не можете быть соединены с Господом Богом, потому что я заключаю новый завет с домом Иуды и с домом Израиля. То есть, если Израиль исчерпал себя, то каким образом вы в новом завете, вы просто, ну, не обижайтесь, никто. А если Израиль и вы с Израилем, тогда вы та семья Авраама, про которую Господь в писаниях сказал. Дам Аврааму детей и таких, как звезды, и таких, как песок земной, то есть будут и такие, и такие еще, говорит. У меня есть еще другое стадо. И вместе дети Авраама, через Иешу, Аврааму, а без Авраама, без Израиля, это просто невозможно. Я продолжаю читать. И вот восстание в людях. Разорвем узы их, свергнем с себя ковы их. И типа, Бог нам не судья, мы сами определим себя. И четвертый стих говорит, живущий на небесах, посмеется Господь, поругается им. И восьмой стих. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, пределы земли во владение тебе. Ты поразивших жезлом железным сокрушишь их, как сосуд горшечника. Вот керамический сосуд, если у вас молоток, бам, и он разлетится на куски. Это то, что Господь говорит, я разрушу вот эту амораль. Я прошу вас молиться об Израиле, о том, чтобы свет Господень восторжествовал. О том, чтобы наши люди отдалились от смущения, увидели, где они грешат, где идолы, где что. И чтобы Господь помиловал тех, кто потерял своих близких, чтобы утешил их. И чтобы наши пленные быстро возвратились назад. И чтобы нелюди не были среди нас, потому что иначе это как в этих модных играх сейчас зомби восстают. Это же нелюди, хоть внешне похожи. Я не играю в эти игры, но все время рекламки вскакивают. Я прошу вас молиться о том, чтобы милость Господня покрыла Израиль, просветила глаза верующих христиан по всему миру. И чтобы Иешуа восторжествовал, и чтобы открылся также в это время народу Израиля, не как голубоглазый блондин в белых, таких ниспадающих волосах и одеждах, а как сын Израиля, Божий сын, Иешуа из Назарета, лев из колена Иудина. Я также хочу пожелать вам мира, благоденствия, защиты Господней. И чтобы зло отступило, чтобы зло отступило. Небесный Отец, я прошу тебя восторжествуй здесь в Израиле, восторжествуй в любом месте, где творится неправда. Мы просим у тебя, Божий, вместе, чтобы зло отступило. Башем Иешуа хамашиах. Амин. Шалом вам, друзья, из Израиля, из Хайфы. Субтитры создавал DimaTorzok